В стихе первом апостол Павел утверждает, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая, кимвал звучащий». Ну вот Павел излагает свой аргумент посредством такого сложно подчиненной конструкции, где предаточное предложение, если ведет к тому, что ситуация, изложенная в главном предложении, преподносит бесполезный результат. Если у меня есть нечто, компетенции, если у меня есть определенные действия, или если у меня есть достижения, но любви не имеют, то это ведет к бесполезному, неэффективному результату. То есть апостол Павел закладывает секрет эффективности в лидерстве людей. Не стоит уповать на компетенции, не стоит уповать на достижения, не стоит уповать на какие-либо результаты, если нет любви. Это будет неэффективно. Ну вот почти определенно, что апостол Павел намеренно начинает эту главу, выделяя дар говорения на языках. Ну, по всей вероятности, непонимание, злоупотребление этим даром было одной из важных проблем в этой общине. Таким образом, Павел не просто начинает свое объяснение о любви, обращая внимание на этот дар, сколько он, в принципе, противопоставляет той практике, которая была в коринфской общине, для того, чтобы говорить предметно, вместе с ними обсуждая вот ту ситуацию, в которой они оказались. Апостол Павел подчеркивает ценность, которая очень важна для созидательно-эффективного лидерства, в противовес той ценности, на которую уповали коринфские верующие. Для них было ценно обладать компетенциями, обладать достижениями, уповать на определенный опыт. Апостол Павел говорит, уповайте на то, что в вашей жизни проявляется характер Христов. Ну, выражение языками человеческими и ангельскими имеет свои трудности. С одной стороны, во фразе «языками человеческими» Павел намекает на дар языков, а с другой стороны, он, возможно, подразумевает заинтересованность некоторых верующих, причастных к греческой культуре, к ораторству и ораторскому искусству. И вот создается впечатление, что интеллектуальное высокомерие, основанное на стремлении к знанию, мирской мудрости, философской мысли, риторическому искусству, было проблемой в коринфской общине. И Павел даже упоминает, что в Коринфе в свое время он подвергся критике за то, что речь его была незначительна. Это мы находим во втором послании Коринфяна. Еще большей трудностью является толкование выражения языки ангельские. Вот эта фраза может быть в полноте истолкована как гипербола о том, что неважно, насколько величественно мое говорение на языках, ведь без любви я медь звенящий и кимвал звучащий. Ну, а то, что апостол Павел пишет и говорит о меди звенящий или кимвал звучащий, можно связать с религиозными обрядами среди языческих культов. Во втором стихе апостол Павел ссылается на дар пророчества и раскрывает его в таких вот идеальных условиях, гиперболично, в которых можно было бы трактовать таким образом, если я имею пророчество и знаю все тайны, и знаю все познания. Вот фраза «знать все тайны», возможно, означает знание определенной эсхатологической ситуации церкви, а в то же самое время иметь познание всех тайн, это имеется в виду понимание разума, целей Бога, ну и вообще обладать всяческими знаниями, которыми только можно было бы обладать. Но как бы то ни было, вывод остается прежним. «Каким бы ни был великий дар пророчества, без любви, служения верующего, ничто». Потому что по апостолу Павлу безошибочный символ познания является любовь. Не само знание, а любовь к Богу и ближнего. Это есть безошибочный символ знания. Ну, далее во втором стихе апостол Павел указывает на веру, которая без любви бесполезна. Речь, конечно же, не идет о христианской вере, посредством которой человек оправдывается, но о чудотворной вере, которая является даром Святого Духа. Вот именно о такой вере Иисус говорил в Евангелии от Марка. «Истина, говорю вам, если кто скажет, горе сей, подымись, вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, то сбудется по словам его. Будет ему, что не скажет». Вот в словах о даре веры, как и в предыдущих примерах, апостол Павел подчеркивает необходимость любви, даже в практике веры, которая может быть невероятно впечатляющим и необычно эффективным. И кажется, для эффективности лидерства, если человек может чудотворить и имеет веру, что может совершать чудеса, ну что ж, вот и есть эффективность. Апостол Павел говорит, что даже если есть вера, когда человек может производить чудеса и нет любви, то это есть ничто. Теперь мы переходим к третьему стиху. Апостол Павел пишет, «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Ну, известно, что щедрость может существовать бок о бок со скупостью. И известно, что щедрость может иметь совсем неверные мотивы. В раннем христианстве хорошо было известно учение о том, что необходимо делиться с другими. И относиться к материальным благам без фанатизма, не уповая на него. Иисус Христос, об этом мы читаем в евангельских повествованиях, однажды беседовав с молодым юношей, который хотел следовать за ним, говорит, ну, пойди раздай имение свое, и приди, и следуй за мной. И молодому человеку оказалось это сложно. То есть, это большой подвиг избрать для себя такую стезю жизни, где человек является нестяжателем. И, в общем-то, не выстраивает там дома, не накапливает какие-то финансы. Это определенный подвиг. Потому что жить нужно с определенным доверием, что завтра, день завтрашний, он принесет дополнительное благословение, и можно, в общем-то, доверять Богу. Это определенный подвиг. И вот люди, которые решаются на этот подвиг, иногда готовы раздать все имущество другим. Это в действительности большой подвиг. И когда апостол Павел говорит, что человек, который решается раздать все имение, казалось, очень хорошее, доброе дело. Более того, отдать свою жизнь ради высокой цели, возможно. Но при этом человек не имеет любви, то нет ему никакой пользы. Создается впечатление, что, говоря о христианской жизни и практике духовных даров, Павел подразумевает, что служение и деятельность, как самопожертвование, как самопожертвование, может иметь неправильные мотивы и может происходить без любви. По всей вероятности, чтобы завоевать уважение, репутацию, услышать похвалу, чтобы помнили на века. Как бы то ни было, Павел имеет в виду некую такую самоотдачу, и самопожертвование людей, которая с Божьей перспективы окажется бесполезной, потому что она не поддерживается христианской любовью. Вот если мы рассмотрим семантическое значение слов, грамматические конструкции предложений, богословскую нагрузку этих трех стихов, становится очевидным, что апостол Павел твердо был убежден, что любая практика духовных даров в христианской церкви без любви бесполезна. Они могут наличествовать, они могут приносить определенную пользу, но при этом с Божьей перспективы они бесполезны. Это означает не что иное, что любовь играет более ключевую и значимую роль, чем духовные дары. Иными словами, это говорит о том, что ценности более значимы, нежели компетенции, ценности более влиятельны, нежели действия, или, может быть, даже определенные результаты, достигнуты какими-либо действиями. Ценности людей и то, как они проявляются в поведении, является ключевым в успехе жизни христианской. Следующие стихи представляют перед нами вторую часть этой главы «Свойства любви». И мы можем прочитать с 4-го стиха по 8-й. «Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не сорадуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает всему вере, всего надеется, все переносит. «Любовь никогда не перестает». Вот в этих стихах апостол Павел 15 раз использует слово «любовь», но объясняет свойства любви, не с помощью прилагательных описывает, а представляет любовь в качестве конкретных действий. причем только два из них описывают, что любовь делает, а все остальные, чем любовь не является. По всей вероятности, ему приходилось использовать вот такие аргументы к тому, что сказать, вот то, что происходит среди вас, дорогие мои братья и сестры, это не есть любовь. Эти стихи очень часто истолковывают как описание черт и поступков Иисуса Христа. Они на самом-то деле являются совершенным выражением жизни поступков Христа. величайшее значение любви Христа к людям было явлено на Голговском кресте. Вот там было самопожертвование, но с любовью. Хотя любое действие земного служения Иисуса Христа можно определять как действие любви. Более того, Иисус Христос, когда был на земле и за ним следовали ученики, он говорил, потому узнают, что вы мои последователи, если будете иметь любовь между собою. Для Иисуса Христа было очень важно, чтобы у них не просто были определенные верования, чтобы люди не смогли у него научиться каким-то компетенциям и подходам для своей эффективности, но его очень волновало, что эти люди смогут проявлять характер, который очень похож на него, потому что Христос был богочеловеком и представлял на земле характер Божий. И он говорил, научитесь от меня. В конце земного служения своего он как бы ученикам дал небольшой экзамен не к тому, чтобы выявить, чему они научились от него, как поступать, или что они запомнили из его слов. Он хотел проверить отношение к нему, полагая, что то отношение, которое есть учеников к нему, они смогут проявлять и друг другу. И к Петру он когда обращался любишь ли ты меня, он преследовал то, что Петр вновь как-то осознает и задумается о своем отношении и о своем поведении по отношению к учителю, чтобы таким образом он проявлял особое созидательное поведение по отношению к своим братьям и сестрам в христианской церкви. итак Павел пишет любовь долготерпит термин макросумия терпения в Библии очень часто используется как атрибут Бога отличительная черта Бога что должно быть и отличительной чертой христианского поведения любовь долготерпит не потому что боится выступить против греха побороть его а потому что она скорее создаст условия для примирения даже если придется терпеть то что она ненавидит делая упор на это качество любви апостол Павел как бы призывает коринфян быть терпеливыми не пытаться мстить в ответ на обиды а искать путь к примирению и вот имея такое терпение тогда верующий сможет практиковать свои дары для всеобщего блага далее он пишет любовь милостива милосердствует второе положительное описание любви посланники фесина мы читаем будьте друг к другу добры сострадательны прощайте друг друга как и бог во христе простил вас любовь является неким отображением того блага который человек получил от бога он сможет прощать других когда осознает величину и глубину прощения даровано богом для него евангелие также выделяет полноту благости дружелюбия бога явлено в его личности и служении поэтому любовь верующих должна быть такой же как и у христа а любовь бога через христа была направлена на других и прежде всего проявлена в том что он милосердствовал и прощал но вот описав любовь такими двумя положительными выражениями он начинает теперь говорить немного в другой манере и учитывая характер коринской общины становится ясным что апостол Павел использует тип наставления чем не является любовь чтобы говорить вразрез с теми действиями которые совершали коринские христиане во-первых Павел утверждает любовь не завидует глагол завидовать ревновать в том виде в котором он использован здесь означает не просто жадность алчность но зависть направленную против другого человека зависть в которой есть определенное злое намерение и действие по отношению к другому человеку Павел знает что там где есть зависть там не устройство и все худое в последней части стиха четвертого Павел выступает против самовосхваления высокомерия среди тех которые называли себя христианами он пишет любовь не превозносится не гордится любовь не превозносится не способствует высокомерию и чувству превосходства вот ту же идею он доносит в послании к филиппийцам во второй главе третьим стихом ничего не делайте полюбопрению под тщеславию но посмириномудрию почитайте один другого высшим себя дальше мы знакомимся словами апостола Павла любовь не бесчинствует но глагол поступать непристойно в том виде в котором он используется в первом послании к коринфянам означает непристойное поведение по отношению к одному человеку или ко всем людям а не просто нарушение ну вот какой-то традиции часто люди бесчинствуют потому что ну давайте менять традиции устои здесь конкретно отношение к людям ну возможно апостол Павел имеет ввиду поведение которое отображает несогласие с определенными преобразованиями реформами может быть в общине были определенные проблемы между слабыми и сильными в вопросе покупки на рынке идоложертвенного мяса возможно люди спорились и каким-то образом конфликтовали когда собирались на вечерю Господню и были противостояния между теми кто обладал более высоким социальным или финансовым статусом и апостол Павел не желает чтобы они бесчинствовали то есть непристойно вели себя по отношению к другим людям какого бы статуса положения и в чем бы замечены они не были любовь не ищет своего вот так далее апостол Павел описывает любовь ни в каком другом послании он не выступает так решительно против общепринятой но весьма греческой идеи достижения собственного удовлетворения за счет другого в то время человек который мог задать вопрос и поставить в тупик или задать вопрос а другой не ответил тем самым приобрел честь за счет того что смог унизить другого в любой беседе все общество жилось тем чтобы достичь честь посредством унижения другого так вот корысть стала нормой даже среди верующих в коринфе и поэтому апостол Павел говорит никто не ищи своего но каждой пользы другого это на мой взгляд является одно из самых наивысших выражений того чем является христианская любовь не ищет своего не ищет своего своей выгоды любовь это результат влияния и Иисуса Христа в жизни каждого верующего и стремление творить добро ближнему это то действие которое нас соединяет с Богом и указывает на его божественное присутствие поэтому когда мы ищем благо другому заметьте нужно радоваться и торжествовать через нас действует Господь Бог и когда мы ищем что-то своего Господь на это все смотрит с определенным сожалением потому что хотел бы чтобы мы в своей жизни искали не своего но пользы другого приглашаем любовь не разгневается с легкостью здесь очень интересно глагол стоит в пассивном залоге это предполагает что любящий человек не просто не гневается но но также тот кто любит и кого трудно рассердить ну мы понимаем что в любой жизненной ситуации как и в жизненной ситуации каринская община было множество причин для того чтобы ну вот как-то выражать несогласие и гнев причин к тому чтобы быть раздраженным и испытывать гнев это часть жизни но тем не менее любящий христианин даже если его раздражают старается определить и контролировать гнев потому что человек в гневе согрешает и наносит обиды и причиняет боль делает зло другому часто потом сожалеет любовь не раздражается любовь не мыслит зла так пишет апостол Павел вот глагол который мы здесь встречаем объясняет следующую мысль это как бы подсчитывать долги с целью выдвижения претензий терпеть подсчитывать а потом по совокупности сказать хватит вот вспомни вот это ты сделал против меня и это ты сделал достаточно любовь не мыслит зла она не засчитывает и не подсчитывает сколько сделано против меня чтобы потом однажды отомстить за все вот в данном утверждении Павла можно увидеть обратно намек на любовь Иисуса Христа который находясь на кресте Голговском говорил отче прости им ибо не знают что делают заметьте он не сказал отче запомни что делают отче прости потому что это любовь Божия которая примирила мир с Богом и апостол Павел пишет что он не вменил людям преступлений их далее мы с вами читаем что любовь не радуется неправде а радуется истине лидерство руководство всегда связано с определенной конкуренцией и в общем-то продвижением вперед в контексте того что кто-то по всей вероятности осуществляет то же самое дело и апостол Павел прекрасно знает что человеческой природе слишком свойственно получать некое облегчение от того что у другого получается хуже где-то он ошибся вот теперь пускай все знают кто он таков чего они смогли достичь апостол знает что любовь не может удерживать нейтралитет она всегда берет чью-то сторону но любовь не злорадствует чужим грехам и их последствия как раз наоборот она радуется достижением людей и радуется их успеху павел завершает свое описание любви такими словами любовь все покрывается ему верит все надеется все переносит вот повторяющиеся наречия все понта вновь подчеркивает центральную мысль павла о том что любовь необходимое действие во всем во всех обстоятельствах всегда иначе сложно увидеть возможность достижения эффективной христианской жизни ну вот первое четвертое утверждение любовь все переносит все покрывает они были хорошо продемонстрированы самим апостолом павлом в своей апостольской жизни апостол павел использует подобный язык призывая тимофея переносить вместе с ним страдания как добрый воин иисуса христа во втором тимофее вторая глава о себе самому павел пишет я все терплю ради избранных второе тимофея вторая глава десятый стих любовь предпочитает быть щедрой в своей открытости в принятии других а не циничной всему верит неподозрительно любовь как павел пишет она надеется на лучшее всего надеется даже во времена страданий даже во времена трудностей потому что надежда любящего христианина основана на чем не на человеке не на его способности измениться не на возможных потенциальных преобразованиях в обществе в государстве надежда христианина основана на всемогущем преображающем спасающем Господе Боге любовь которая все покрывает всему верит всего надеется все переносит может превратить разделенную христианскую общину наполненную противоречиями в гармоничное единое тело наполненное присутствием славы Божией в заключении вот нашего такого короткого толкования этой главы любовь и дары имеют одинаковую божественную природу и следовательно разделяют общую сферу деятельности а именно назидание церкви Христовой учение апостола Павла включает в себе ясную концепцию о любви как о характерной черте учеников Христовых да любите друг друга заповедь даю вам новую поэтому любовь должна всегда применяться на практике всеми включая те кто одарен различными харизмами различными дарами харизма дар харизмата дары Духа Святого Климент Римский епископ богослов во втором веке он пишет в своем произведении в своем послании давайте ревновать о совершении всякого проявления даров силой Святого Духа из братской любовью друг ко другу повторяет слова апостола Павла когда читаешь первое послание Коринфянам 13 недостаточно просто понять смысл или даже недостаточно об этом учить нужно практиковать эту истину Климент Римский в свое время написал так будем просить и умолять его милосердие чтобы жить нам в любви непорочно без человеческого разделения ответственность за практическое применение церковью идеи из первого послания Коринфянам 13 в рамках служения даров всецело возлагается на каждого христианина не только на руководителей общины реальность наша такова что для большинства христиан любовь представленная вот в первом послании Коринфянам 13 это не опыт а скорее стремление идеал которым мы движемся и вот этот факт бросает вызов христианству в современном мире и в свою очередь в ответ на этот вызов церковь должна не столько сосредоточиться на приобретении компетенций и выспрашивании и неспрашивании силы и даров для совершения миссии здесь на земле сколько позволить своему существу и своему бытию и своему характеру и поведению жить по любви которая как раз является отличительной чертой как Христа из всех людей так и его последователей мое собственное изучение этой главы можно видеть в некой такой ретроспективе когда я заканчивал богословское образование Санкт-Петербургского христианского университета я написал дипломную работу толкование первого послания коринфянам 12 мне было интересно изучение богословско-практических вопросов о духовных дарах затем я учился в Канаде в семинарии и писал дипломный проект магистрскую диссертацию центральность любви в богословии апостола Павла духовных дарах экзогетический анализ первого послания коринфянам 13 с 95 года диссертация была у меня на полке но для более глубокого разумения этого текста в дополнение того что я изучал текст с помощью исторических грамматических богословских справочников потому что между мной и текстом есть культурная лингвистическая языковая историческая дистанция мне пришлось все эти годы помнить о том что я писал наблюдать как я живу и учиться от других чтобы они мне помогли объяснить и понять что такое любовь понимание любого текста а конкретно первое послание коринфянам 13 можно не только через справочник и не только чтение буквы но также через молитву и не спрашивание божественной мудрости и разумения когда мы видим примеры людей которые живут так как учит апостол павел я эту главу очень прекрасно понимаю после того когда услышал историю своего приятеля он решил построить дом на это у него были средства и была потребность он захотел построить хороший дом крепкий пригласил прекрасных специалистов лучших своей профессии но оказалось что люди были скверного характера и доставили ему массу проблем потому что они не хотели работать сообща каждый искал своего никто не хотел ни в коем мере помочь друг другу вот группа людей которая обладала лучшими компетенциями из тех кого знал мой приятель так и не помогла ему построить дом ему пришлось обращаться к людям с меньшей компетенцией с хорошим характером вот с ними он построил дом очень интересно узнать историю в Каринской общине и у нас есть возможность прикоснуться к тому что произошло же все-таки с Каринской общиной через призму труда Климента Римского во втором веке он писал письмо в эту общину в этот город христианам которые были там уже наверное другого поколения во втором веке он писал письмо в эту общину в этот город христианам это уже были христиане другого поколения и комментировал то что в их среде не было единогласия были споры конфликты и он им говорил братья ну возьмите пожалуйста послание апостола Павла ну он же вам писал ну прочитайте парадоксально но самое главное истинное о том превосходнейшем пути для эффективного лидерства мы часто оставляем на периферии и стараемся ухватиться за какие-то методики подходы практические рекомендации которые нам помогут быть эффективными когда перед нами стоит одна из самых главнейших задач вернуться к Богу понять Его любовь и прочувствовать и каждодневно реализовывать что есть любовь в наших действиях по отношению друг к другу это касается христианских общин это касается христианских семей это касается христианских организаций это касается христианской жизни и поведения любого христианина где бы он не работал без христианской любви наше лидерство и руководство будет неэффективным христианской 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 подогнал